Привет, Саша. Привет. Слушай, опять с историей. На этот раз история завораживает дух. Ну-ка, интересно. Буквально пару дней назад, да, ехал по МКАДу в крайней правой полосе. Скорость потока была небольшая, наверное, километров 60, ну, максимум 70, я думаю. И буквально через пару машин от меня спереди случилось такое происшествие. Ехал таксист, и, судя по всему, правыми колесами он заехал на бочину, которая была обледенелая. Дальше я не знаю, какие он действия совершал, но машину развернуло. Естественно, машина, которая ехала сзади, ее хорошенько поцеловало. Я, благо, ехал еще сзади, поэтому успел через левую полосу все это ДТП объехать. Что было дальше, не знаю, но вот вопрос, собственно, такой. Где он совершил ошибку и как такой ситуации избежать? Так, ну вот, как ты правильно сказал, не знаю, что таксист делал, но вот секрет в том, что таксист точно что-то делал. Если мы попадаем на обледенелый участок, то наша задача ничего не делать. Просто ехать прямо и поддерживать ровный газ. Если мы начнем маневрировать, тем более там тормозить или ускоряться на этом участке, или все это совмещать, то тогда, конечно, возможны какие-то варианты. Один из них вот ты как раз описал. Если мы говорим про автомобиль, тем более СБС, которых уже все больше и больше становится, ну, просто тормоз нажать. Ну, если это с механической коробкой автомобиля, тогда еще и сцепление. А если все-таки нужно заехать на обочину, то есть припарковаться, но при этом все-таки обочина обледенелая, а та часть дороги, по которой ты ехал, сухая, да, либо, по крайней мере, нет налеза. Как быть здесь тогда? Здесь точно так же на нее надо заезжать на прямых колесах. То есть, будучи на асфальте, поворачиваем руль, ориентируем машину в сторону обочины, руль выпрямляем, заезжаем на обочину и тормозим на прямых колесах. Вот что самое важное. Потому что если пытаться все это совместить, повернуть руль, у тебя половина машины здесь, половина там, и тут же нажать на тормоз, ну, это очень большая вероятность, что будет разворот. Ну, в теории все понятно, я думаю, на практике все-таки немножко сложнее, скажем так, да, попробуем? Давай попробуем. Вот мы заехали на полигон, да, естественно, на дорогах общего пользования таким заниматься мы, такими экспериментами мы заниматься не будем, но при этом здесь действительно много наледи, то есть, видимо, не почистили, потому что, мне кажется, сейчас мечта дрифтера здесь просто. Витя, разгоняемся километров до 40 в час, одними колесами правыми заезжаем на менее скользкую часть покрытия, поворачиваем руль влево и притормаживаем. Набирая 40 километров в час, на этой скорости я, получается, заезжаю на опасный участок и начинаю тормозить, поворачивая руль влево, и меня прямо хорошо... Вот, 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 отлично, отлично. Ну, как сказать, отлично, если такое произойдет... Аж завернуло на 180. Если такое произойдет на дороге, я думаю, что будет довольно сложно выровнять ситуацию, при этом в конце все равно сработал АБС, уже ты слышал, да, захрустело. Потому что уже для того, чтобы не влететь в нашу аккуратно... Потому что ты испугался и надавил пол. Да, но я думаю, что это, естественно, реакция любого... Конечно. Я поэтому и говорю, если начинает вращать, не надо ничего пытаться делать. Тормс нажали, ждите. Давай попробуем теперь сделать то же самое, только теперь я уже на этом же участке, опасном, буду тормозить, но не поворачивать руль, а оставлять его прямо. Да, давай. Уверен, что заноса не будет. Так, раз, два, руль прямо от тормоза. Ну вот и все, прекрасно. АБС там стрекочет. АБС стрекочет, но это, опять же, естественная реакция, да, я думаю. Машину вообще, то есть, мне кажется, нулевой градус абсолютно. Как мы ехали прямо, единственное, руль пришлось немножко приложить усилие, чтобы руль держать в прямом таком положении. Ну, минимальное усилие буквально. И все, мы остановились. Что и требовалось доказать. Да. Ну что, таким образом, получается, аж рецепт работает. То есть, если ты тормозишь на обледенелом участке, то вначале колеса принимают ровное положение, прямой руль, и потом уже тормоз. Да. Или без тормоза, если ты просто хочешь проехать этот участок. Ну, опять же, с прямым рулем. С прямым рулем, да. Ну что, Саш, спасибо за еще один урок. Пожалуйста, Витя, рад был помочь. Субтитры сделал DimaTorzok